Украинские силовики обстреляли Донецк. Один из снарядов попал в жилой дом, загорелась квартира. Счастье обошлось без жертв. Пострадала угольная шахта. Предполагают, что она была главной целью военных. Все детали у нашего корреспондента Сергея Макаренко. По сообщению Министерства обороны, ДНР один человек в Киевском районе Донецка получил осколочное ранение, был госпитализирован. Кстати, именно этому району, Киевскому, ночью досталось больше всего конкретнее району, недалеко от шахты Засядька. Кстати, по утверждениям местных жителей, именно шахта Засядька является целью артиллеристов вооруженных сил Украины. И уже не первый раз. Огонь начался в 12 часов ночи и продолжался достаточно долго. За это время киевские силовики выпустили несколько десятков снарядов калибром 122-152 мм. В результате прямого попадания одного из снарядов многоквартирный четырехэтажный дом загорелся. Благо, в донецких спасателей уже достаточно много опыта для того, чтобы бороться с такими возгораниями. Потушен был пожар достаточно быстро, выгорела всего одна квартира, полностью сгорела крыша. Последствия могли быть значительно хуже. Вот что говорят очевидцы, пережившие этот обстрел. Ну, где-то, наверное, с пол первого. Что-то загрохотало, мы дома были. Первый взрыв такой сильный. Потом только грохнули, мы все выбежали. Смотрим, крыша горит, попал средний подъезд в последнюю квартиру. Звонили пожарным, пожарным подобыстом приехали. Мы сидели на улице, пока не тушили, где-то, наверное, до пол третьего. Каждый раз, каждую ночь прилеты. Каждая, постоянно эти обстрелы. Постоянно все-все уже от этого мы устали. Когда это все прекратится, мы тоже не знаем. Позже, примерно в час половину второго ночи, огонь переместился на Куйбышевский, Петровский районы Донецка. Благо, там обошлось без пострадавших. Кроме того, массированному артиллерийскому обстрелу подвергся поселок Коминтерного в Новоазовском районе. Это на юге Донецкой Народной Республики. Более того, практически всю ночь боестолкновения проходили на так называемой Авдеевской промзоне. Это участок фронта. Ясиноватая Авдеевка, напомню, уже несколько месяцев подряд вооруженные силы Украины не оставляют попыток. Пытаются придвинуться как можно ближе к вооруженным силам Донецкой Народной Республики. Те вынуждены отвечать, как заявляли официальные лица Донецкой Народной Республики, уже неоднократно. Только за этот месяц, если Украина не начнет выполнять основные пункты минских договоренностей, то есть отвод вооружений крупного калибра, полное всеобъемлющее прекращение огня, то ситуация рискует обостриться. Сергей Макаренко, Павел Чуприна, Александр Левин. Лайф из Донбасса.